Приветствую вас. Я по собственному опыту могу сказать, что подобные проблемы не решаются вот так вот советом. Почему? Потому что вы очень сильно смешиваете свои отношения, отношения с мамой, отношения мамы и сестры. Ну, то есть тут как бы очень много третьих лиц, на самом деле. Понимаете как? Начнем, пожалуй, с того, что то, как мама будет встречать Новый год, это ее проблема, в первую очередь. И почему-то вот вы говорите, что у вас недавно умер отец, давно, не так давно умер отец, но при этом помощь вы оказываете своей маме, а не себе самому. Почему-то. То есть вы потеряли отца, мама потеряла мужа, это понятно, но почему-то помогаете вы маме. При том, что вам, может быть, тоже было очень тяжело терять отца, не может быть, а скорее всего. Тут как бы такой момент. Второе. Ваша мама, она такое впечатление, что не самостоятельно сама организовала себе праздник. Это второе, наверное. То есть тут как бы нужно исследовать, почему она не может организовать, во праздник и так далее. Третье. Ваш мужчина не чувствует себя в своей тарелке с мамой, с мамой. Ну как бы вот, не чувствует себя комфортно с мамой. Понятно, что не чувствует себя комфортно с мамой. Вопрос, почему? То есть я бы не сказал, что у вас прям очень много времени, чтобы как-то подкорректировать и исправить, но вполне вероятно. На будущее, если вы планируете будущее с этим мужчиной, имеет смысл об этом как минимум поговорить, обсудить, что-то сделать и так далее. Дальше, значит, не очень понятно, почему вы решили сразу сходу использовать выходной вашего мужа для того, чтобы поехать к маме. То есть, ну, по факту вы не спросили, как бы, его об этом. Хочется к маме ехать, не хочет к маме ехать. А также вы не спросили, почему он договорился. О том, что, ну, чтобы не идти на работу первого числа. То есть, именно, почему он не договорился. То есть, почему он договорился, точнее, для чего, что он хотел. Вот. Вы пишите, я прекрасно понимаю, что ему там, конечно, не зная дорога, но значит, ему наплевать на мои переживания. Смотрите. Переживание о чем? О маме? Ну, вы переживаете за маму только потому, что она, по вашему мнению, не способна сама организовать себе досуг, и вы, вероятно, боитесь ее обидеть. А муж думает о себе. То есть, ваше переживание не о себе, а о маме, а его переживание о нем самом. И переживание о себе самом более приоритетное, чем переживание о других. Простите, это жестоко, но это так. Это первое. Второе. Животом все-таки не с мамой. И Новый год имеет право встречать тоже не с вашей мамой, а с теми, с кем он хочет встречать. Это несколько отличается от того, что вы всегда ездили к его маме. Не Новый год же вы встречаетесь с ней. Так что это, короче, очень такая деликатная история. Вот. То, что вас беспокоит, что мама останется одна, говорит, опять же, о том, что вы считаете свою маму не самостоятельной. Я не знаю, сколько ей лет, но если это, там, не совсем глубоко старый человек, то вполне способно обеспечить себе досуг она сама. Ну, в конце концов, у нее есть подруги, в конце концов, у нее есть соседи, в конце концов, всегда можно что-то придумать. Но еще раз повторю, ваш муж имеет право встречать, хотеть встретить Новый год с теми, с кем он хочет это сделать. То бишь, с вами. Это очень важный момент. Дальше, значит, с другой стороны, они ничем не обязаны. Какие могут быть отношения, если он мне ничем, если он мне ничем, и я ему ничем не обязан. Так отношения только на этом и строятся, что люди ничем не обязаны друг другу. Они все делают по желанию, понимаете? Отношения строятся на основе свободы. Свобода вылезли, хочешь делай, хочешь не делай. И на том же, что каждому из партнеров хочется сделать друг другу хорошо. То есть каждый заинтересован в части другого. Другого, не в третьих лицах. Это очень важно понимать. А у вас вот эти границы как бы размыты. Дальше, так. Ему, наверное, стоит принять во внимание то, что я к его маме всегда... А это был ваш выбор. Вас никто не заставлял. То есть это не такая история, что дашь на дашь. Знаете, знаете. То есть вы ездили к его маме, что вы хотели. Вот. Это был ваш выбор. Он... Это не означает, что... Он должен... Как правильно себя настроить? Настроить на... На что? Вести в этой ситуации, чтобы что? Вот. Далее, вы пишете, если я поеду, то его бросаю. Это правда, вы его бросаете. Потому что Новый год, это... Ну, считается, по крайней мере, это праздник семейный. А... Как бы... Да? В случае, ваша семья, это... Где вы живёте. А... Мама, это все-таки отдельная семья. Раз. Вы живёте по отдельности. И ещё раз повторю. Разграничение ответственности. То есть, досуг вашей мамы, это... Её ответственность. Ладно, досуг, это ответственность. Как бы ваш. Вы пишите, что, вообще, он уже специально поменялся, чтобы на Венгел быть дома. И это правда? То есть, тут я не очень понимаю... Как бы, к чему вы написали дополнение. То есть, да, это было сказано таким образом, что если я поеду, его бросают. Да, это выглядит именно так. Вы действительно его бросаете. Вопрос в том, как каждый из вас относится к тому, что вы можете его бросить. То есть, грубо говоря, поставить вашу маму выше, чем свою собственную, как бы, ну, жизнь, свою собственную семью. И тут нужно понять, что у каждого выбора есть последствия, и что, как бы, это нормально принимать решение. Это нормально, что другой человек сделает из этого какие-то свои выводы, и, соответственно, будет, исходя из этих выводов, уже действовать в дальнейшем. Вот. То есть, вот такая вот история из вас, как бы, позиция жертвы, что вот есть мучка, которая почему-то вас диранит, есть мама, жертва, которой нужно спасать, и есть вы спаситель, который пытается всем угодить. Это так не работает. Вот. То есть, здесь я рекомендовал бы все-таки над личными границами поработать над приоритетами, то есть, осознание приоритетов, ради чего вы боитесь, ради чего и почему вы хотите поехать к маме, то есть, ну, действительно ли это ваше желание, или есть что-то еще. Например... И что значит для вас, мужчина? А, на концов, ну, не очень понятно, сколько вы с мужчиной знакомы, но живете уже меньше года, опять же, почему-то без брака, То есть, я так, ну, благаясь, это тоже определенное проявление вашей, скажем так, психологической позиции, вот, по данному вопросу, то есть, это тоже нужно исследовать, обязательно. Вот, в принципе, в принципе, так. Так, в принципе, можно вам ответить на ваш вопрос. Ну, и у вас несколько искаженные представления об отношениях, точнее, не искаженные даже, а просто они не учитывают мнение другого человека. И то, что вы говорите, что ему наплевают на ваши переживания, вот тут тоже очень важный момент, что если человек переживает у других, это одно, если человек переживает о себе, это совсем другое. Если человек переживает о своем близком, этот, этот третий. Что-то, как бы, тут вот, это тут есть определенный приоритет. То есть, вот, вы смешиваете несмешиваемое. Что-то у вас ведет. А причинно-следственная связь, опять же, нелогично. Ну, вот, ну и вопрос, который вы задаете, да, то есть, как бы, как правильно себя настроить и вести в эту ситуацию, тоже некорректно, потому что у себя правильное, нет правильного поведения. Есть все поведения, которые вы, которые хотите, то есть, если вам объективно, мам, ну, объективно, мама дороже, вы просто поступаете, вот, так, чтобы маме было хорошо. При этом вы, соответственно, отдаляете себя от своего мужчины, это нормальные отношения ваши могут завершиться, то есть, поступая по отношению к маме как-то, нужно отдавать себя от черта в том, что, возможно, мужчина надпимет это как, ну, не предательство, может быть, но отдаление. Отдаление. Тут вы пишите, что вы с мамой, с мамой, мужчина, мужчина чувствует себя в гостях, ну, это нормально, что в гостях. Ему некомфортно, а вы в гостях, то есть, это разные вещи. Ну, в самом деле, это зависит от вашей гибкости, от приоритетов и от уровня контакта с самой собой, со своими чувствами. Вот, такая вот история. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!